Сегодня весь день внимание СМИ приковано к происходящему на заводе по производству химических спиртосодержащих продуктов. Еще утром появилась информация о том, что Росалкогольрегулирование пытается закрыть завод по производству спирта. Наша съемочная группа выехала на место и выяснила, за незаконное производство избыт незарегистрированных лекарственных средств в виде настойок различных трав, следователи из Ростова возбудили уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью Марат ИК Марата Козырева. На территории предприятия во Владикавказе уже три дня работают следственные органы. Что происходит на самом деле, попытался разобраться наш корреспондент Николас Жиоев. С самого утра на проходной у предприятия Марат ИК сотрудники завода по производству фармацевтических изделий безуспешно пытаются попасть на работу. По словам руководителя предприятия, 6 июня на заводу ворвались люди в форме и вывели всех сотрудников на улицу. По словам Лилии Калманова, юриста предприятия, никаких документов о проведении следственных действий сотрудники не предоставили. Ни следователь, ни Марченко, ни местная милиция, никто нам этого разрешения, постановления о производстве обыска не показал. Никто, ни одного человека, представителя ООО Марат ИК или Марат не допустили на территорию. Консультант предприятия по фармацевтической деятельности Вячеслав Морозов сообщил, что завод производит настойки и спиртосодиращие жидкости и ничего общего с производством контрапактного алкоголя не имеет. Предприятие имеет лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, как на изготовление лекарственных средств, так и на хранение лекарственных средств и, соответственно, на транспортировку. То есть в настоящее время не сотрудники предприятия, которые ведут эту деятельность, не консультанты, они не допущены до проведения следственных действий. Как позже выяснилось, следственные действия проводили сотрудники управления на транспорте МВД по СКФО. Силовики приехали из Ростова-на-Дону. Станислав Титов, старший следователь по особо важным делам Южного следственного управления на транспорте, от комментариев отказался. А начальник Владикавказского линейного отдела МВД России полковник Сергей Барченко ушел от ответов. Основной вопрос, который возник, это почему полиция на транспорте и что она делает на фармацевтическом предприятии. Ситуацию нам прокомментировали в пресс-службе следственного управления на транспорте. По версии следствия, в марте 2019 года подозреваемый, действуя умышленно из корыстных побуждений и заинтересованности в увеличении оборотных средств общества за счет производства избыта незарегистрированных лекарственных средств, дважды незаконно сбыл посредством направления контейнера с железнодорожной станции Владикавказ, расположенной в Республике Северной Осетии Алания, на имена двух грузополучателей в Республику Крым и Забайкальский край, лекарственное средство, настойка прополиса гомеопатическая, в количестве более 12 тысяч пластиковых емкостей, объемом по 5 литров каждая, на сумму более 5,5 миллионов рублей. Предприятие Марат ИК ранее не было уличено в производстве контрафактного алкоголя, но по данным интернет-сайта РУСПРОФИЛЬ, находящийся по соседству предприятия Марат без приставки К и принадлежащий тому же хозяину, и ранее становилось фигурантом уголовного дела. Николас Джоев, Ибрагим Чочев, Новости Сети.